Тяжелейшая обстановка на московском направлении, враг на пороге Ленинграда, успешное продвижение гитлеровцев в Донбассе и в Крыму. Октябрь 1941 года был самым тяжелым военным месяцем для советской России. Анализ октябрьских катастроф и неудач Красной Армии приводит к очевидным выводам об ошибках прежде всего Ставки и Генерального штаба, постоянном запаздывании на инициативные действия гитлеровского вермахта, порой даже нахальные, авантюрные. Реакция советского командования была нерешительной, половинчатой, оборона линейной, не эшелонированной, не учитывались особенности маневренной войны, в которой гитлеровцы умелыми перегруппировками войск на направлениях главных ударов достигали постоянного весомого преимущества и убеждали своего неопытного противника в том, что их армия имеет громадные резервы. На самом деле и в успешном для немцев октябре 1941 года им очень не хватало и живой силы, и техники. Например, в танковых дивизиях второй танковой группы генерала Гудериана оставалось 50% от штатной численности танков. Первая танковая группа генерала Клейста, постоянно переходя с одного на другой фланг Южного фронта, совершала 500-километровые марши. Как она при этом сохранила свою боеспособность, об этом тогда знал, наверное, один генерал Клейст. Кстати, в конце войны фельдмаршал Эвальд фон Клейст попадет в наш плен и умрет в Москве. Было бы очень интересно ознакомиться с протоколами его допросов, но они, как и многие другие документы генерального штаба, связанные с руководством войсками, до сих пор остаются сверхсекретными. Сколько же нам времени ждать? 60 лет уже прошло. Что ж, будем дожидаться столетнего юбилея? Да и вряд ли там нас подстерегают какие-либо особые секреты. Судя по публикациям сборников документов о войне, которым занимается издательство «Терра», от нас скрывают то, что вызовет в нас смешанные чувства. Чувство боли и стыда за действия многих наших военных руководителей, и чувство гордости за наш народ, который в октябре 1941 года не сдался под Москвой и рук не опустил под Ленинградом. Субтитры создавал DimaTorzok Страна восходящего солнца настойчиво стремится с помощью войны выйти из экономического кризиса, который Япония испытывала из-за обострения отношений с Америкой и Великобританией. Ранним утром 16 октября ударные подразделения 18-й армии германской группы «Север» начали наступление в направлении города Тихвин и реки Свирь. В Северном Крыму 11-я немецкая армия генерала Монштейна пыталась прорваться на степные просторы Крымского полуострова. Но все эти второстепенные октябрьские новости бледнеют перед трагическим масштабом осенней битвы за Москву. 2 октября немецкая группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала фон Бока начала наступление на советскую столицу. В течение нескольких дней немецкие танкисты взяли «Орел», «Ельню», «Брянск». Гудериан отмечал отсутствие упорного сопротивления в начале операции «Тайфун». Чуть медленнее продвигалось левое крыло германских бронетанковых частей. У врага были свои проблемы. Растянутые коммуникации, нехватка горючего, партизанская война, которую вели многие отряды солдат и офицеров, провивавшихся на восток от самой государственной границы. Русские не признавали безнадежных ситуаций. Это качество нередко отмечалось в дневниках немецких офицеров. Но события первой недели наступления на Москву убеждали германское военное и политическое руководство в фантастическом успехе операции «Тайфун». В самый ее разгар генеральный штаб сухопутных войск решил снять с Восточного фронта несколько дивизионов тяжелой артиллерии и реактивных минометов и направить их в Северную Африку. Да, вермахт еще не получил весомых уроков в сражениях на полях Советской России. Вязьма. Этот маленький, тихий, провинциальный русский городок с деревянными домами, полисадниками, за которыми росли высокие георгины и подсолнухи, с обвешавшими церквушками и неизменным памятником Ленину, стал символом одной из величайших трагедий, случившихся в период Второй мировой войны. Здесь, под Вязьмой, в немецкое окружение попали пять советских армий 16-я, 19-я, 20-я, 24-я и 32-я, а также оперативная группа Болдина. В немецком плену оказалось огромное количество бойцов и командиров Красной Армии. Называют разные цифры, но так или иначе эти цифры поражают воображение. По одним сведениям, в немецкий плен попало 663 тысячи бойцов и командиров Красной Армии, по другим сведениям 883 тысячи человек. Из окружения удалось вырваться лишь 85 тысячам наших бойцов. На карте Второй мировой войны появился Вязьмский котел, который по своим масштабам, по своим последствиям сопоставим разве что с котлом киевским. Под Вязьмой сложили свою голову лучшие представители московской интеллигенции. Люди, которые, имея даже возможность прикрыться бронью эвакуироваться, к примеру, в теплый и безопасный Ташкент, пошли в народные ополчения и навеки остались на полях под Вязьмой. Начальник германского генштаба Франц Гальдер 4 октября записал в дневнике «Операция «Тайфун» развивается почти классически. Танковая группа Гудериана, наступая через Орел, достигла Мценска, не встречая никакого сопротивления. Танковая группа Гёпнера стремительно прорвалась через оборону противника и вышла к Можайску. Танковая группа ГОТА достигла Холма, а на севере продвинулась до Белого. Противник продолжает всюду удерживать неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе намечается глубокое окружение этих групп противника. Опять Советское Верховное Командование с большим опозданием среагировало на изменившуюся фронтовую обстановку. Приказ на отход на тыловые оборонительные укрепления опоздал на целых три дня. А ведь тыловые укрепления были. На них самоотверженно работали жители Москвы, старый, млад, и женщины, и подростки. Отойти вовремя для обороны Москвы не успели. И пока вермахт почти без сопротивления захватывал Калугу и Калинин, в Вяземском котле вынуждены были сдаваться в плен сотни тысяч солдат, чьей главной задачей было не допустить прорыва немцев к Москве. И как потом в мемуарах написал маршал Жуков, к исходу 7 октября все пути на Москву по существу были открыты. Вяземская трагедия – событие страшное, малоизвестное в подробностях. В советское время вся информация и воспоминания о Вяземском котле старательно изгонялись из советских мемуаров и заменялись общими словами. Вот как в книге генерала Болдина, который был тогда заместителем командующего Западным фронтом, говорится о тех октябрьских днях. На третий день противник перешел наступление крупными силами. Все наши попытки сдержать его натиск ни к чему не привели. И вскоре, с счастью подчиненных мне войск, я снова попал в окружение. Около месяца мы находились во Вражеском кольце. Ценой огромных усилий 5 ноября удалось вырваться из окружения. И это все. Добавлю, что генерал Болдин был ранен, недолго лечился и вошел в строй как раз в его время, чтобы возглавить оборону Тулы. В советское время объяснение таких катастроф всегда было связано со словом «зато». Пять армий попали в окружение. Никто в этом не виноват. Но зато они своим героическим сопротивлением в котле задержали наступление гитлеровского вермахта на Москву. Получается какая-то ерунда. Можно ведь и продолжить эту логику, сказав, сотни тысяч солдат попали во вражеский плен. Но зато для их охраны врагу понадобилось отрядить немалое количество войск. Но на самом деле пять полноценных армий, да еще плюс поражение Брянского фронта, если бы с ними не случилась эта катастрофа, разве могли бы немцы с такой скоростью продвигаться на Москву? А если бы эластичной обороны эти пять армий от рубежа к рубежу обескровили бы наступавший вермахт, разве возник бы октябрьский кризис, когда судьба Москвы висела на волоске? Не отдали бы бездарно пять армий и никаких зато не надо было бы употреблять. В Европе германское продвижение во глубину России вызвало подъем добровольческой истерии. В Дании, Голландии, в Норвегии, во Франции, в Бельгии, в Испании формировались воинские части для Восточного фронта. Судьба Наполеона в России перестала вспоминаться, перечеркнутая громом фанфар германской информационной службы. Испания из добровольцев сформировала целую дивизию. Немцы вооружили ее и отправили испанцев в группу армий Север. 14 октября испанская синяя дивизия, получившая 250-й номер, прибыла под Новгород. В октябре тяжелейшая нагрузка легла на моряков Ладожской военной флотилии и северо-западного речного пароходства. Только они могли по Ладожскому озеру доставлять продовольствие в осажденный город. Только корабли и суда могли помочь в эвакуации из Ленинграда его несчастных жителей. Но октябрь на Ладоге это штормы, ветры и крайне неблагоприятные условия для плавания. К тому же на западном Ладожском берегу отсутствовали причалы и пристани. Вражеская авиация ежедневно охотилась за каждым кораблем, буксиром или баржей. При тяжелейших условиях моряки выполняли свой долг. Но их усилий было недостаточно, чтобы накормить громадный город или эвакуировать значительную часть его жителей. В октябре в Ленинграде стало не хватать дров для отопления. На лесоповалы были направлены в основном девушки и подростки. Вряд ли они были способны обеспечить город дровами, хотя работали самоотверженно из последних сил. В это же время в Ленинграде конспиративно на случай захвата города врагом были внедрены около полутора тысяч подпольщиков, которым было запрещено выходить из подполья. Вот их бы и послать на заготовку дров толку было бы больше. Для ленинградцев уже в октябре 1941 года самой главной, самой насущной проблемой стала проблема добывания еды, проблема поисков какого-то дополнительного питания. С этой целью выезжали за город, выезжали, скажем, в район Ржевки и пороховых, на давно уже очистившиеся, давно уже пустые капустные поля и собирали так называемую хряпу. Это были вдавленные в землю, схваченную уже самыми первыми заморомсками обрывки капустных листьев. Из хряпа ленинградцы варили некое подобие щей. В район Комендантского аэродрома, к примеру, выезжали на картофельные поля, которые уже к этому времени были просеяны через мелкую, через мелкое сито, были перекопаны вдоль и поперек. За два часа изнурительной работы можно было найти, чудом найти, одну-две картошины. Во многих районах города выстраивались длиннющие очереди за Дурандой. Это название тоже знакомо любому ленинградцу, пережившему блокаду. Дуранда – это прессованный жмых, который никогда не рассматривали прежде в качестве продукта питания. Из дворов, с черных лестниц стали исчезать кошки, значительно меньше в городе стало бродячих собак, а когда в результате артиллерийского обстрела убивала лошадь, то она немедленно, в какие-то считанные минуты, становилась вожделенным трофеем людей, которые оказались поблизости. Военные заслуги Алексея Николаевича Косыгина всегда замалчивались, и он оказывался в тени падких на военную славу генсеков. А между тем, роль Алексея Косыгина в обороне Ленинграда очень и очень значительная. Косыгин способствовал эвакуации кадровых ленинградских инженеров и рабочих на Урал и в Сибирь. Он появлялся в осажденном городе незаметно, но всегда вовремя, добивался выделения и скорейшей доставки в Ленинград продовольствия, следил за состоянием автотранспорта, который первой блокадной зимой буквально спас город от полного вымирания. В октябре ухудшилось положение 51-й армии, оборонявшей Крым. Немецкий плацдарм на севере полуострова стал быстро расширяться. Каждое отступление советских войск сделало положение все более безнадежным. Командование 51-й армии не вело глубокой разведки, ничего не знало о планах противника. Исключительно четкой и успешной была эвакуация приморской армии из Одессы. В течение 10 дней флот скрытно и организованно вывез дивизии и артиллерию запаса снаряжения из Одессы в Севастополь. Румыно-немецкие войска не догадывались об уходе приморской армии до тех пор, пока в ночь на 16 октября арьергардные советские части не покинули Одессу. И оборона Одессы, и ее эвакуация были успешными. Вот только, по выражению Черчилля, эвакуациями войны не выигрываются. Неудача обороны Крыма, имевшего стратегическое значение как для давления на союзников Германии, Румынию и Болгарию, так и для постоянных бомбардировок нефтяных источников Плоешти, заключалась еще и в том, что командование Черноморским флотом постоянно дезориентировало ставку угрозой воздушных или морских десантов на побережье. Черноморский флот очень неудачно начал войну. Имея очевидное преимущество в силах и средствах, флот начал придумывать себе мифического врага, сначала минировать побережье и акватории, ограничил свою подвижность и понес потери, а потом, вместо того, чтобы диктовать слабому противнику свою волю, решил перейти на Черном море к обороне. Ответственность за эту пассивность целиком лежит на командующем Черноморским флотом вице-адмирале Октябрьского. В октябре уже не было никаких сомнений в истинных целях гитлеровской Германии. Несмотря на сосредоточенность геббельсовской пропаганды на борьбе с большевизмом, действительность доказывала, что гитлеровцы стремятся к захватам территории и истреблению людей. Мнения некоторых Дон Кихота в вермахте не имели для Гитлера никакого значения. Колониальная война на Востоке, которую вел Рейх, подразумевала не только уничтожение евреев или цыган, но и тотальное истребление всех тех, кто потенциально мог оказать сопротивление новому порядку. С этой целью в тылу действующих групп армий создавались спецподразделения, так называемые оперативные группы или Эйнзац-команды. В деятельность Эйнзац-Групп входило физическое истребление людей на оккупированных территориях СССР, в общем, попросту говоря, массовые и бессудные убийства. Именно сотрудниками Эйнзац-Групп были проведены массовые расстрелы евреев в Каунасе в июле 1941 года, в Бабьям-Яру 29-го, 30-го сентября 1941 года под Киевом, в Риге в июле-августе 1941 года. Всего за время своей деятельности на оккупированных территориях Советского Союза Эйнзац-Группу уничтожили около 750 тысяч граждан Советского Союза. И самое страшное, и, наверное, чудовищное, это то, что в деятельности Эйнзац-Групп часто участвовали представители местной вспомогательной полиции, особенно на территории Латвии, Литвы и Украины. 5 октября Сталин позвонил в Ленинград и потребовал, чтобы генерал Жуков срочно вылетел в Москву. 7 октября Жуков прибыл в Москву. Сталин сообщил генералу об очень тяжелой обстановке на московском направлении и о том, что никакой информации об истинном положении дел на фронте в Ставке нет. Жукову пришлось отправиться на фронт, чтобы в поездке по дорогам Подмосковья лично убедиться, что в обороне столицы царят паника и хаос. 10 октября генерал Георгий Жуков был назначен командующим Западным фронтом. Самым важным в первую неделю своего назначения Жуков считал выигрыш времени. Сталин заверил генерала, что резервные войска, в том числе из Дальнего Востока, вот-вот начнут пребывать. А в эту октябрьскую неделю нужно держаться с помощью любых подручных средств. Курсантов офицерских училищ, формирования НКВД, московских ополченцев, выходящих из окружения войсковых групп. Генерал Жуков энергично взялся за дело и в почти безнадежной ситуации его природный оптимизм, жесткость, тактическая грамотность сыграли очень важную роль. Но вермахт упорно продвигался к Москве с севера, запада и юга запада. В середине октября в Москве началась эвакуация дипломатического корпуса, правительства, банковских депозитов и других ценностей. Слухи о том, что враг подходит к Можайску, вызвали в городе вполне естественное волнение. Часть жителей стремилась немедленно выехать из Москвы, другая часть панически бросала свои дела, забыв о своем гражданском долге. Кто-то не прочь был пограбить и нажиться за счет брошенного имущества. Вступили в силу законы социума, в котором всегда есть и герои, и подлецы, и умные, и глупцы, и добрые, и злые. Что же конкретно происходило в столице Советского Союза в трагический для Москвы день 16 октября 1941 года? Железнодорожные вокзалы были переполнены людьми, пытавшимися покинуть Москву. По городу распространялся сильный запах гари от бумаг, сжигаемых в разного рода учреждениях и конторах. Кстати говоря, вот этот запах гари по воспоминанию некоторых москвичей усиливал паническое состояние московских обывателей. Кое-где появились мародеры, имели место грабежи, было разгромлено и разграблено несколько магазинов и киосков, как, например, хлебный киоск на Трубной площади. По данным военной комендатуры Москвы, из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало в этот день 779 руководящих работников. Было угнано около 100 грузовых и ликовых автомобилей. В конечном счете, как мы знаем, Москва устояла. Панику невероятными усилиями, но, тем не менее, удалось, преодолеть. Многие паникеры лишились либо свободы, либо партийных билетов, либо пошли под трибунал. Но бесспорным фактом является то, что советское руководство всерьез в этот момент рассматривало перспективу захвата Москвы немцами. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в середине сентября 1941 года решением советского руководства в столице СССР были созданы подпольные, партийные, комсомольские и иные специальные организации. На нелегальную работу перешли несколько сот человек, которым изменили фамилии, имена, отчества, которые были устроены на небольшие фабрики, в артели и кооперативные организации. Сталин в эти дни оставался в Москве и работал. В последнее время выдвинуты версии о спецпоездах и самолетах, ожидавших советского лидера в случае его бегства из столицы. В нескольких книгах Сталин гуляет по железнодорожной платформе, размышляя, уезжать или остаться в Москве. Вымыслов много, но представить себе, что Сталин покинул Москву, невозможно. Как бы мы ни относились к Иосифу Сталину, но в самые тревожные дни обороны без него нельзя было бы удержать Москву без его воли, памяти, работоспособности. Безусловно, что медаль за оборону Москвы верховный главнокомандующий получил заслуженно. Согласно тактике выжженной земли, в середине октября Москва была заминирована. Взрывчатку заложили на заводах, заминировали мосты, Кремль, здание ЦК партии, Большой театр. Мины заложили даже на обеих дачах Сталина. Приехав на одну из них вечером 16 октября, он приказал мины убрать. Сегодня иные историки в минировании Москвы видят варварство и панику. А как с пожаром Москвы в 1812 году? В истории бывают такие иррациональные моменты, которые не требуют школьных оценок, которым неприложимы идеологические мотивы. Люди в такие дни прорастают сквозь идеологию, как трава пробивается через асфальт. Эта война еще многих убьет и искалечит. Еще будут критические ситуации. Месяцы, недели и дни неудач, и большой крови. Чаша страдания еще не наполнилась, чтобы весом своим и силой внести окончательный перелом. Но никогда в истории нашего Отечества не будет дней более страшных и трагических, чем эти октябрьские дни года 1941. Еще до встречи вышла нам разлука, А все же о тебе я вижу сны. Мой милый, если б не было войны, Мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, Мой милый, если б не было войны, Мой милый, если б не было войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok